Сейчас смотрю на себя в этот ракурс, и меня переполняют эмоции. И вот когда я приехала, начались атаки на заправке, переждали это, потому что взлетели 7 бомбардировщиков. Ребята, вы в Украине, просыпайтесь! И поэтому здесь мне даже пришлось какое-то время полежать, то есть мне было очень плохо, и сейчас я учусь на курсах вождения. Когда украинские собаки возвращаются в Украину, на них даже не смотрят. Я включаю на телефоне латиноамериканскую музыку, чтобы заглушить гром и грохот этого взрыва. Я начала с прически, впервые за 25 лет у меня челка. Вы спросите, почему я решила вернуться? Я не знаю, очень трудно объяснить, но Харьков живет. И я поняла, что мое место здесь. Привет, меня зовут Дарина. Вы смотрите канал Дарина Свит, канал о жизни с собаками. Рядушком со мной мои питомцы, собаки породы Джек, Рассел, Терьер. Ника, Лиза, Лео и Доминик. И мы дома. Это видео будет посвящено одной очень важной теме для меня. Спустя один год и восемь месяцев я все-таки вернулась обратно в Украину, в свой родной город Харьков. И я хочу рассказать вам, почему я решила все-таки переехать сюда накануне зимы. Обещаю, что она будет вновь непростой. Как я организовала переезд одна с четырьмя собаками с Польши в Украину. Расскажу о том, какая сейчас обстановка в прифронтовом Харькове. До сих пор это так, к сожалению. И поделюсь своими планами на будущее. Обо всем об этом и не только в ближайшие несколько минут. Поехали. Я начну с квартиры, потому что вот сейчас смотрю на себя в этот ракурс, и меня переполняют эмоции. Потому что именно здесь, на этом диване, я начинала шесть лет назад вести свой блог, сняла свое первое видео. Эту квартиру мы выбирали, покупали совместно с моим теперь уже бывшим супругом лет семь назад. Я здесь делала ремонт, выбирала всю мебель, элементы, декор. Поэтому это очень ценное для меня место. И поверьте, находиться здесь сейчас очень дорогого стоит. Потому что были моменты, когда оказалось, что уже некуда будет вообще возвращаться, что домов не будет. Но, слава богу, это не так. Эта квартира стояла пустая, потому что Антон сейчас не в Харькове. Он разрешил мне здесь пожить, пока я буду делать ремонт в своей квартире. Она, к сожалению, пострадала. Нужно там полностью все поменять, отремонтировать. Поэтому мы пока что с ребятами здесь. Это я к тому, что ностальгия невероятная. И произошла переоценка ценностей у людей в связи с последними этими событиями. И быть здесь для меня очень-очень радостно. Напишите в комментариях, кто помнит видео вот с этой квартиры, с этого ракурса. Мне будет очень-очень приятно. Итак, какие же причины, почему я решила вернуться обратно в Украину из безопасного места? Здесь до сих пор неспокойно. Об этом чуть позже расскажу. Дело в том, что аренда дома плюс коммунальный — это довольно внушительная сумма. Зимой отопить дом в Польше? Ну, очень дорого. И я решила эти средства потратить в ремонт своего жилья. Потому что, как я сказала, у меня квартира не жила. Квартира моей мамы вообще в ужасном состоянии. Поэтому средства за еще одну зиму я решила перенаправить в свое жилье. Еще здесь, в Украине, мне нужно было сделать определенные дела. И самое главное из них — это получить права. Я давно говорила, что мечтала получить права. В Польше это сделать практически невозможно, потому что язык и свои правила. Поэтому, как только я вернулась в Украину, буквально на следующей неделе я уже подала документы. И сейчас я учусь на курсах вождения. Еще одна очень весомая причина вернуться — это медицина. Качественная, оперативная, доступная украинская медицина. Как ни странно, но, к моему удивлению, в Польше с этим гораздо труднее. Получить оперативную медицинскую помощь очень непросто. Мало того, что это дорого, но вот у тебя какая-то проблема, ты к врачу можешь попасть, тебя запишут через два месяца или через три. У меня есть определенные проблемы со здоровьем, мои хронические заболевания, и получить там эту медицинскую помощь — это просто был какой-то квест. И когда я приехала, на следующий день я сдала уже нужные анализы, а через неделю с готовыми анализами на руках я попала на прием к врачу. Когда я приехала, к сожалению, я уже была в тяжелом состоянии, потому что там я вовремя не получила помощь, медикаменты нужные мне. И поэтому здесь мне даже пришлось какое-то время полежать. То есть мне было очень плохо, у меня проблемы с щитовидной железой. Но сейчас, слава богу, уже все под контролем. Опять же вопрос здоровья моих собак. Потому что, как вы помните, у них у всех есть проблемы с зубами, им нужно их оперировать. Там, в Польше, я не решилась это сделать. И здесь, уже в Украине, мы пойдем к нашим врачам, которых я знаю, которым я доверяю. Этот вопрос стоит у нас острый, мне нужна и помощь в уходе за собаками после операции. Поэтому быть здесь, рядом с семьей все-таки, с моей мамой, и оперировать собак мне здесь спокойнее. В общем, да, я считаю, что эти причины были довольно весомые. Какой-то период в Харькове было довольно тихо, вообще без обстрелов, около двух месяцев. Была просто тишина в конце лета. Поэтому я решилась на переезд. Стал вопрос, как мне перевезти моих собак. Я одна, их четыре, плюс еще, конечно, со мной кое-какие вещи. Благо, что в Жешуве есть новая почта, наш украинский сервис, очень классная оперативная почта. Поэтому много вещей, большинство, практически все, я отправила по почте. Естественно, со мной все равно были пару чемоданов и громадная сумка с техникой, с штативами, с софтбоксами, с камерами, со всеми. То есть я не могла это отправить по почте, она была со мной. Как мне одной и четыре собаки, собственно, добраться без машины в Харьков? Вопрос. Какие были варианты? Автобус. Очень долгое прохождение границы. Нужно выходить, полностью выносить вещи, их просвечивают. Не вариант. И плюс это очень долго, потому что на автомобильной границе всегда большие пробки. Следующий вариант поезд. Есть прямой поезд в Шемесель-Харьков, в Шемесель от Жешува недалеко. То есть можно было бы как-то доехать. Но, к моему сожалению, именно в те даты, когда мне нужно было возвращаться уже, да, я вот наметила, что нужно бы в сентябре вернуться, этот поезд отменяют, то есть закрывают на какие-то профилактические ремонтные работы. И все-таки я решила, что мне нужны машины. Две машины. Одна до Львова, и вторая со Львова до Харькова. Хоть это и очень дорого, но я посчитала это самым удобным и быстрым вариантом. То есть собаки постоянно будут в автогамаке, им будет комфортно. И вот так мы доберемся. Итак, первая машина, это с Жешува до Львова. Там довольно близко. Но я вновь обратилась к Марте, которые приезжали за мной в феврале во Львов. Мы выехали в ночь, и где-то в 6 утра мы были уже во Львове. Львов, конечно, встретил нас сразу воздушными тревогами. И для поляков, которые в этом не вращаются, не живут в воздушных тревогах, им было очень-очень страшно. Мы остановились на заправке, переждали это, потому что взлетели 7 бомбардировщиков. В общем, сразу такое возвращение было. Ребята, вы в Украине, просыпайтесь. Кстати, по поводу пересечения границы с собаками и документов, никто ничего абсолютно не спросил. Когда украинские собаки возвращаются в Украину, на них даже не смотрят. То есть никаких дополнительных справок, сертификатов или чего-то я в Польше не делала. И, насколько я спрашивала у своих знакомых, у всех такая же ситуация. Ну, а со Львова мы ехали с замечательной семьей. Это мои подписчики, харьковчане, наши земляки Наташа и Ярослав. Ребята приехали за нами и сделали для меня просто громадную услугу. Они очень помогли мне. Я очень им благодарна. Поездка прошла замечательно. Была хорошая погода. Мы ехали, болтали. Конечно же, вспоминали какие-то сложные наши события. Ну, такие времена. Ну, в общем, я безумно им благодарна. Ребята, если вы смотрите, спасибо. Харьков. Харьков встретил тяжело и страшно. Я говорила, что накануне перед моим приездом, около двух месяцев, было очень тихо. То есть что такое тихо? Не было прилетов с Белгородской области, не летели ракеты, они не прилетали к нам в город, поэтому не было бахов. И, собственно, это мы говорим, что тихо. У нас тихо. Тихая ночь. И мы желаем людям теперь неспокойной ночи, а друг другу желаем тихой ночи. И вот когда я приехала, начались атаки. Буквально в первую же ночь. Это было очень страшно. Я отвыкла, конечно же, за 8 месяцев именно от этих звуков. По звуку мы примерно даже понимаем, куда они приземляются относительно города, там, центр или где-то еще. У нас есть, как я говорила, телеграм-каналы, где оповещают, что ракета летит. Но Харьков и Белгородская область находятся очень близко, поэтому в телеграм-канале пишут «в укрытие». Мы успеваем добежать только вот сюда, в коридор, и здесь слушаем взрывы ракет. И просто молимся, чтобы это было где-нибудь не близко. Я уже немножечко привыкла к этому, но Лиза очень волнуется. Лиза очень дрожит, она боится этих взрывов, она их слышит. У меня есть целый ритуал. Я прихожу в коридор, у нас там стоят мешки и кресла. Я ее беру на руки, включаю громко музыку, сколько бы ни было времени, даже глубокой ночью. Я включаю на телефоне латиноамериканскую музыку, чтобы заглушить гром и грохот этого взрыва. И начинаю с Лизкой танцевать, чтобы она даже не почувствовала вибрацию. Но она все равно прислушивается и все равно слышит. И, конечно, я волнуюсь за нее, потому что у нее больное сердце. Но я даю ей препараты, я уже не вскрикиваю, не пугаюсь. Я уже более или менее принимаю это как данность. Хотя бегать ночью в коридор, это сложно. В городе практически все открыто. Практически. То есть возвращаются даже какие-то компании большие, которые выехали с началом полномасштабного вторжения. Сейчас они вернулись, несмотря на прилеты. Транспорт ходит, хотя, конечно, он ходит гораздо реже. Он бесплатный до сих пор, потому что в Харькове, как вы понимаете, ситуация очень тяжелая. Если нужно куда-то убежать или прятаться в метро, это самое большое укрытие нашего города. Поэтому до сих пор не вводят плату за транспорт. Очень странное ощущение быть здесь и гулять по своим любимым местам. Потому что, с одной стороны, это безумное какое-то счастье, ностальгия. Ты как бы живешь свою новую старую жизнь. Понимаете? А с другой стороны, очень больно. Потому что разрушений очень много. В начале войны были очень массированные атаки. И сейчас, да, люди пытаются, отстраивают, ремонтируют, и власти очень много делают. Но следов войны очень много. Видеть это и осознавать это каждый раз тяжело. Но дом есть дом. Кстати, о доме. Как я уже говорила, моя квартира пострадала в результате всех этих действий. Она на данный момент не жилая. Да, нужно полностью это все поменять. Сделать, так скажем, капитальный ремонт. Я уже потихоньку начала. Я встретилась с мастерами, договорилась. И, в общем, неспешно, но буду приступать к ремонту своей квартиры. Вы спросите, почему я решила вернуться? Когда ситуация еще не нормализовалась? Когда есть вероятность того, что вновь будет разрушение или какие-то последствия? Я не знаю, очень трудно объяснить, но Харьков живет. Сюда возвращаются мои друзья с детьми. Они женятся, они рожают детей, они идут учиться, ищут новую работу. И несмотря на вот этот ужас и обстрелы, что мы сидим в коридоре, ждем и слышим, где прилетела ракета, мы потом идем и живем. И я поняла, что мое место здесь. Да, я хочу быть дома, я хочу жить на своей земле, на своей родине, рядом с своими родными. Как бы страшно и тяжело не было, но мы будем верить. Я очень надеюсь, что я смогу вернуться к своему регулярному графику съемок, радовать вас постоянным контентом, развлекательным, познавательным, просто интересным. И что я смогу вернуть свою старую, новую жизнь. Ну, как прежде, она уже никогда не будет, но мы верим, что она будет лучше, потому что самая темная ночь, как говорят, перед рассветом. Ждем рассвет, ждем и верим, что все будет хорошо, настроены, позитивны, как бы тяжело не было. Я вот себе уже обновила прическу, кстати говоря, может вы заметили. Ну, надо начать с чего-то. Я начала с прически, впервые за 25 лет у меня челка, ее подобие. Спасибо за просмотр, спасибо, что вы до сих пор с нами и до встречи на канале. Пока. Сидеть. Ну, второго дубля не будет. Сидеть.